Друзья, всем привет! Начнем с того, что маленького принца разработчики занерфили. Дальность вылета дылды снижена, дальность отталкивания дылды снижена и набор скорости атаки маленьким принцем также снижен. Серьезный нерв для нового чемпиона. Посмотрим, как это повлияет на его популярность, но уже сейчас можно сказать, что он станет гораздо слабее. Собственно, удивлен только одному факту, что разработчики сделали это до того, как закончилась акция на покупку нового чемпиона. Видимо, все уже, кто хотел, уже успели его купить и разработчики посчитали, что все, бабки заработаны. Можно купленное произведение искусства, на которое игроки потратили, бабки превращать в какаши. Собственно, так они и сделали. Вообще, бизнес очень хороший. Выпускать какую-то имбу невероятную, которая разрывает все и без которой не играет ни одна колода. Ждать, пока ее все купят, а потом нерфить до состояния неиграбельной параши. Ну, или до балансного состояния, как в данном случае. Но мы знаем множество случаев, когда нерфились карты до неиграбельного состояния, когда ими просто переставали играть после того, как собрали урожай сразу с игроков и набили карманы разработчики. Об этом рассказал. Теперь несколько слов об испытании Clash Royale League. Играл вчера на стриме. До стрима тоже была попытка 15-3 и отлетел. На стриме первая попытка 15-3, вторая попытка 11-3. По колодам даже не буду ничего рекомендовать, друзья, потому что это испытание, в котором какую колоду не возьми, тебе будут подкручивать контру с определенного этапа. Это 100%. Поэтому берите то, чем вы можете играть, чем вы умеете играть лучше всего. И более того, мне кажется, даже не надо колоду менять, надо ей вот первую попытку проходить все до упора, вторую попытку проходить, третью. И вот сколько вы будете попыток делать, все играйте одной колодой. Смотрите, кому проигрываете, делайте выводы, пытайтесь понимать, как это обыграть, если это возможно. Есть колоды, которые невозможно обыграть определенными колодами. И главное, друзья, не горите, не тратьте нервы на это испытание. Оно того не стоит. Это очень сложное испытание, которое не каждому дано пройти. Мне вот пока вообще не дано. И поэтому сегодня предлагаю пройти испытание, которое вышло как раз вот сегодня. Испытание бочки счастья. Замечательное испытание, которое может пройти каждый. Для него я подобрал следующую колоду. Печка. Кстати, несколько слов о том, что это за испытание вообще. В нем нет тяжелых заклинаний, нет яда, нет фаербола, молнии, ракеты, ничего такого. Есть только легкие заклинания, заморозка. И поэтому я взял в пам здании, взял бочку со скелетами, взял разряд с бревном, чтобы добивать бочки с эликсиром, чтобы получать халявный эликсир. Две дальнобойные карты, точнее три дальнобойные карты, мини пека для контры всего атакующего. Короче, пойдемте поиграем и все будет понятно. Я думаю, вы все поймете, друзья. Все, все, все станет очевидно. Не на словах, а на деле. Иду пока 7.0. Колода меня вообще не разочаровала пока. Но всегда это мое, это скользкая дорожка. Всегда это может произойти достаточно быстро, прям по щелчку пальцев. Возможно, это бридж-спам против меня. Он был одной из самых популярных колод, когда я смотрел. Но, кстати, популярные вот колоды, я не понимаю, по какому принципу они собирались там. Понятно, что по принципу разряд стрелы должны быть, чтобы добивать. Но я вот взял бревно, чтобы добивать бочку. И летучку, чтобы ее так же убивать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это что? Мега-рихтер? Мегапихтер? Мегапихтер? Наверное, я поздно, да, бревно скидываю? Да, бревно поздно скинул, к сожалению. Ну, здесь задефали, и это о том спасибо. Как говорится, мини-пека у нас уже имеется, это хорошо. Единственное, теперь нечем дефаться, но придется здесь разряд давать, чтобы эликсира получить. Вот мы получили эликсира, ставим печь. Нам нужна печь, чтобы его напрягать. Он тоже, зараза, успел получить эликсир. Вот это вообще не радует, конечно. Ну, давайте, я не знаю, дротистом здесь дефаемся. Или тучку просто, чтобы убить его этот сборщик. Хорошо. Вот здесь хорошо получилось. Мини-пеку сюда. Добей. Ай-яй-яй. Давайте бочку закинем на его эту. И опять печь ставим. Печь прям обязательно. Печь очень напрягучая. Она прям должна там быть. Хорошо добили. А вот бочку не добили, это плохо. Он мою добьет? Не добивает. Это хорошо. Летучкой тогда напрягаем его бочку. Снова заставляем его прикрываться. Не успел. Это замечательно. Но, типа, проблема в том, что мини-пеку придется ставить. Но зато мы забрали его эликсир. И это замечательно. Снова ставим печь обязательно в напрягульке. Это прям очень нужно. Видите, у него не было эликсира, потому что мы его... Мы его лишили его. Лишили этого ценного ресурса. Он, по-моему, сдался. Нет? Ну, а какие тут еще шансы? Какие шансы, когда такой развал идет? Да. То есть добиваем его бочки всем, что есть. У нас есть очень много инструментов для того, чтобы это делать. Получаем халявный эликсир с каждой бочки. Если мы ее добиваем именно, попадает нам 4 единицы эликсира. То есть любая карта, которую мы выставляем против бочки, которая ее убивает дешевле 4 эликсира или равная, идет нам в выгоду. Да вообще любая карта, убивающая его эликсир, нам выгодна, по сути. И в этой колоде таких карт дофига. Плюс печь, которую убивать нечем, потому что, ну, нет. В испытании вообще нет, как бы, этих самых тяжелых заклинаний. И печь очень хороша здесь получается в итоге. Давайте бревно закинем. Я надеюсь, я вовремя закидываю? Нет. Ой, вовремя! А я, дурачок, не поставил до этого за этот. Надо было сначала печь. Зачем мне 4 единицы эликсира, если он весь сгорел? Это было глупо. Ладно. О, вот это, вот это, вот это новость. Это неприятная прям новость. Ну, а летучкой мы ее решили. И смотрите, как мне помогли здесь духи, да? Духи! Придите и помогите мне! И они пришли и помогли мне. Ведь реально пришли и помогли. Так, давайте на этот раз тайминг ловить. Вот сейчас. Да? Нормальный? Нормальный, хорошо. И давление на него продолжаем. Он со сборщиком, кстати, играет. Но я не знаю. Мне кажется, достаточно эликсира и без сборщика. В этом испытании, если грамотно все делать, давайте летучку поставим. А здесь обилку прожмем. Разрядик, раз он так борется, мы все равно ее заберем. Все равно будет нашей. Печь ставим на ее место в уголочек. И давайте напряжем его снова бочкой. А здесь летучкой будем его эликсир убивать. Эликсир убили. Четыре единицы получили. Вышку забрали. Замечательно! Здесь можно мини-пеку вообще из середины, еще и под прикрытием дротиста. Лишаем его эликсира основного. Все, минус. Да, он вообще... Вот ему сейчас только сборщики дают эликсир. Потому что свои бочки он не уберег. А бочки это главный источник элика в этом испытании. Давайте снова мини-пеку, чтобы убить его эликсир. Эх, не убили. Вот это обидно было. И обилку не успели прожать. Ну давайте летучкой тогда расстреливать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас может быть опасно. А билочка быстрее. А билочка прожалась. Дай мне эликсир. Разряд сюда, чтобы эликсир получить. Хорошо. Правда свою бочку я отдал эликсира? Ну ладно, это не страшно. Интересная у него тоже сборка. Но у меня лучше. У меня лучше. Вот спам знания здесь очень хороши. Их убивать нечем, поэтому... Рекомендую. Три игры осталось выиграть. И дадут нам украшение хорошее. Для баннера, боевого знамени. Давайте летучкой может быть. Давайте да, летучкой. А че нет? Летучкой напрягучкой. Убьем его... Не убьем. Ну убьем только разрядом. Теперь и урон я получу. Че уж делать. А, он тоже убил тогда. Тогда печально. Я подумал, я один убью, а он не убьет. А он убил. Неприятно. Отсчитываем тайминг. Под хорошее бревно. Хорошее бревно или не очень хорошее бревно? Бревно. Хорошее бревно все-таки. Ой-ой-ой, а вот это нехороший этот вылетел. Обилка. Разряд готовим, но разряд будем отдавать, наверное. Да, все, уже все понятно. Идем на другую сторону. Этой стороне капут. Даже разряд отдавать не будем. Но видите, она умерла сама. Сколько было скелетов вокруг, а бочка умерла собственной смертью. Обидно. То есть еще и такое на везение испытания в том числе. Потому что не всегда наши карты добивают. Хотя должны были. Казалось бы, все вероятности были в нашу пользу. Это он заморозку отдал, типа сдается или что? Нет, это был мисклик, видимо. Отдай мне бочку, хватит ее спасать. Сейчас будет двойной эликсир. И вообще из середины мы будем очень жестко забирать. Ай, сейчас будет гром, правда, у него... Не, не гром. Смотрите-ка. Тогда норм. Тогда давайте бревном здесь поможем. Ну вот опять, видите, летучка не добила. Стреляла, стреляла, не добила. Сколько я вот такого эликсира уже потерял? Хотя должен был он быть моим. Давайте маленького принца вот отсюда. С обилкой, чтобы прикрыть еще дротиста. Пойдет. Пойдет. Мини-пеку сюда. Еч. Бочка. Все, короче, его добиваем сейчас. Лишаем эликсира сначала. И добиваем. Да, колода пока вообще без шанса. Все выглядит, все, что предлагают мне мои соперники. Пока прям работает очень хорошо. Предлагайте обязательно, друзья, свои варианты колод в комментариях. С интересом посмотрю, чем вы будете проходить. Или прошли уже это испытание. Джей-Джей Бонг. Против меня. Давайте опять летучку попробуем. Тут еще чуть выдвинуто у него стоит это. Значит, летучка не перелетит. Да, не перелетает. Но как бы я-то не добил его бочку. А он мою добьет? Не добивает тоже. Теслы прикрывать. Тесла так себе, мне кажется, решение для этого испытания. Не знаю. Сейчас посмотрим. Нам главное сейчас разрядиком забрать его эту. Бочку. Сейчас она эликсирчик даст. И вот сюда на последнюю секундочку. Хорошо. Давайте по левой стороне играть. Печь сюда ставим. Давайте маленький принц, чтобы он впоследствии прикрывал нашу летучку, которую я хочу сейчас поставить, чтобы убивать его бочку. Ну, елки-палки, ну ты серьезно, ну добей ты ее, а не это, что за рандом, не рандомный. Вообще, ну, ну вот как, вот как. Вот это должны были быть мои 4 единицы эликсира. По всем признакам. Ну, ладно, будем разрядом. Так-то точно. Так-то точно доберем разрядиком-то. Вот так, хоп. И 4 единицы эликсира в кармане. Сразу ставим печь. Сразу летучку, потому что он сейчас мини-пеку должен дефать, а мы будем его... Летучка, давай на этот раз. Это твои, твоя бочка, добивай ее. Ой, хорошо. Вот это я уважаю. Вот это нормально было. Не то, что это вот все. Все, летучка себя оправдала полностью на этот раз. Будет он убивать? Не будет. Тогда разряд сюда. Опять ли... Да ну! Что я кривой-то такой? Вот, короче, если играть не так криво, как я, то будет гораздо лучше, друзья. Я вот, видите, то и дело, то с таймингами не угадываю. Не попадаю просто в тайминги. Давайте летучка опять. Он, правда, будет сейчас опять летучкой своей. А, нет, он сдался. Ну, все тогда, что тогда. Все тогда, что тогда. И вот, он сдался и начали сразу все эти бочки умирать от моих войск и давать мне халявный эликсир. То есть, когда была схватка, все шло криво. Когда она уже закончилась, все стало гладко. Джей Джей Бонг отлетел. Но у него пас рояль, поэтому ему безразлично абсолютно. За что мы хоть боремся? Ну, так себе, на самом деле, украшение. Наверное, точно я его не буду использовать. Есть посимпатичнее. Но, раз уж начали, давайте допроходим. Тем более, это же не испытание на 20 побед. Так, тайминг бревна. Все, покатилось. Покатилось, родненькая, добей. Да, хорошо. Опять, блин, я не скинул ничего. И опять эти 4 единицы эликсира сгорели. Что за... Что за такое вообще происходит? Так, ну пусть он там дефается, развлекается с этим. Здесь мини-пекает, что-то наделаем. Он сейчас будет обилку прожимать? Должен, по идее. О, я провтыкал. Я провтыкал. Так, давайте-ка прикрывать. Не горжа умирать эликсиру. Блин. Так. Разрядом будем добивать его бочку. Ее надо очень будет добивать. Вот сейчас. Да, 4 эликсира. Все. Все замечательно тогда. Все хорошо. И давайте летучкой сразу отсюда. О, он с рекрутами играет. Против рекрутов я еще не играл, кстати. Но у меня есть печь, поэтому мне его рекруты как-то... Если честно, вообще безразличны. Давайте сюда печь поставим. Обилку прожимать ли мне? Вот в чем вопрос. Давайте прожмем. А здесь бревно дадим. И все. Я думаю, да, больше ничего не надо. Разряд на готове у нас, если что. Нет, не нужен здесь разряд. Адратист нужен? Я думаю, нужен. Поэтому давайте им разберемся в этой ситуации. Бочку скинем. И разряд готовим на его этот. Давай, давай. Не успел скопить. Не успел скопить, но отдал все равно. И получилось криво. Теперь у меня проблемы. Не хватает на мини-пеку. А-а-а-а. Чисто моя ошибка. И может быть мы еще поборемся, кстати. Может поборемся еще. Давайте добивайте его бочку обязательно. Здесь обилочка. Не, все. Это поражение, друзья, заслуженное. Очень плохо. И мне здесь, ну не знаю, не на везение, наверное. Не скопился эликсир. Вот тот разряд я отдал. Если бы я попал, у меня бы было куча эликсира. Но я не попал, и поэтому я проиграл. Одна ошибка, и ты ошибся. Вот так вот бывает. Обидно. То есть, если бы тот разряд убил, то у меня было бы плюс два эликсира. А так у меня минус два. Понимаете, да? И в итоге я четыре эликсира потерял на этом размене. Размене с таймингами. Не попадаю. Не попадаю в тайминги. Уже какой раз такое происходит. Давайте бочку скинем. Разряд прожмем. Да ну! Просто нервов уже не хватает. Как это происходит? Как это происходит, мать его? Этих таймингов просто. Чувак, главное, катит бревно, вот попадает. А я разрядом, блин, не могу попасть. Чё за херня? Как это называть? Как вот с этого не гореть? Мне не нравятся такие испытания. Вот тоже чувак попадает, а у меня не было вообще разряда в руке. Сейчас проиграю такими темпами. Ой, проиграю. И не могу, главное, летучку поставить. Ничего не могу сейчас поставить. Надо защищаться в итоге. Надо в итоге дефаться. Дефаться будем принцем маленьким. Разряд здесь дадим. На этот раз нормально. Бревнишкам поможем. На этот раз тоже нормально. И всё. И потихонечку камбэкнули. Камбэкнули. Всё. Погнали. Теперь летучку отсюда. Минипек отщелкнул. Хорошо. Лишаем его эликсира. Погнали. Ну ты зараза. Ну ты тобей. Ну ты, ну как это называется? Ну что за неудача? Слов нет. Вообще нет слов, друзья. Так обидно. Когда вот так вот всё вроде правильно делаешь. Чуть-чуть просто рандом. Просто рандом тебя нафиг посылает. Говорит, нет, не сейчас. Сейчас? Хорошо. Хотя бы так. Он тоже попадает. А вот у чувака стабильно. Он сидит в глубоком минусе. А этими заклинаниями всё равно попадает. Давай, летучка. Добей. Хорошо. Ну что, братик, всё? Наигрался? Да, мне кажется, братик наигрался. Удача закончилась, братик. Ну, хотя бы по одной пойдёт. Всё, теперь мы его ломаем. Ну, он не расстраивается. Красавчик. А чё расстраиваться, действительно? Это же не испытание на 20 побед. Но здесь тоже можно сгореть от вот этих вот микро-моментов. От когда вот 20 войск твоих бьют эту бочку, например, куча скелетиков из бочки со скелетами. А умирает она сама. И 4 единицы эликсира тебе не достаётся. И ты такой, ооо, прикольно, поиграли. Спасибо. Я, пожалуй, больше не буду играть в эту игру никогда. Контр-альт удалить. Это на компе, если. И не контр-альт, а там по-другому. В общем, вы поняли. Что ж, друзья, всё рассказал. Спасибо за просмотр, получается. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok